Компания Hyundai готовится вывести на наш рынок седан С-класса седьмой генерации. Судя по отцу, в России модель все также будет доступна с двумя атмосферниками, но моторы теперь питаются бензином АИ-92 вместо 95-го. Четырех дверка Hyundai Elantra предыдущего поколения с заводским индексом AD особым спросом в России не пользуется. Так, в 2019 в нашей стране было реализовано 4854 таких автомобиля, что на 9% меньше по сравнению с 2018, а в январе-сентябре текущего года модель разошлась тиражом в 2406 экземпляров, на 32% меньше, чем годом ранее. В прошлом году глава российского подразделения Hyundai даже рассказывал в интервью о том, что Elantra нового поколения заводить в России не имеет смысла. Однако планы изменились, седьмая Elantra с индексом CN7 скоро стартует на нашем рынке, в открытой базе Ростандарта уже появилось одобрение типа транспортного средства. Согласно документу, для России седаны продолжат собирать калининградский автотор. Напомним, Hyundai Elantra нового поколения дебютировала минувшей весной, модель кардинально преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, она немного подросла, длину увеличили на 30 мм до 4650 мм, колесная база теперь составляет 2720 мм, плюс 20 мм. В России Elantra, как и прежде, будет доступна с бензиновыми атмосферниками 1,6 и 2 литра, оба, с распределенным впрыском. Согласно документу, базовый мотор тот же, что и у предшественницы, G4 FG5 мощностью 128 л.с. и с максимальным крутящим моментом 154 Нм при 4850 оборотов в минуту. У двухлитрового двигателя другой индекс, G4 NL5, он выдает те же 150 л.с., что и предшественник, а вот крутящий момент, 191 Нм при 4500 оборотов в минуту вместо 192 Нм при 4000 оборотов в минуту. Любопытно, что оба мотора могут питаться топливом АИ-92, тогда как уходящие Elantra рекомендованы АИ-95 и выше. Коробки прежние, шестиступенчатые механика или автомат. Для российской новой Hyundai Elantra заявлены климат-контроль, система автоторможения, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, система мониторинга слепых зон и удержания в полосе движения. У глобальной модели в топ-версии еще имеются виртуальная приборка, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, все это добро, вероятно, достанется и нашему седану. Сама компания Hyundai Sedan нового поколения в Российскую Федерацию пока не анонсировала. Впрочем, скорее всего, седьмая Elantra поступит в продажу до конца текущего года. Предыдущая модель сегодня обойдется минимум в 1 миллион 230 тысяч рублей. Спасибо за просмотр этого видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.